Первая книга царств, глава двадцать вторая. Оттуда пошел Давид в массиву Моавицкую и сказал царю Моавицкому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в том убежище. Но пророк Гад сказал Давиду, «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим окружавшим его, «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иесея поля и виноградники, и всех вас поставить тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иесея? И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик и Думиянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, «Я видел, как сын Иесея приходил в Ному, к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул, «Послушай, сын Ахитува!» И тот отвечал, «Вот я, господин мой!» И сказал ему Саул, «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иесея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь, «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умертвите священников господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних. И сказал царь Доику, «Ступай ты, и умертви священников». И пошел Доик и Думьянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников господних. И сказал Давид Авиафару, «Я знал в тот день, когда там был Доик и Думьянин, что он непременно донесет Саулу, «Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Продолжение следует...